Всем доброго времени суток, так как мой канал позиционируется как техноблог, хочу поделиться опытом покупок с интернет-магазина Пандао. Попытаюсь рассказать о преимуществах, если таковые имеются, и о минусах данного магазина. Перед тем как начать, напоминаю, что на сайте, который буду затрагивать по ходу выпуска, ссылки будут в описании. Алиэкспресс Компания Майлру Групп отвечает, что в Пандао более лояльные правила по отношению к покупателю, и все-таки это наш магазин. Его компания Майлру Групп может интегрировать в ВК и Одноклассники, тем самым стеснив Алиэкспресс. Хотят принять закон, который уменьшит минимальный порог, не облагаемый налогом на заказы с Алиэкспресс с 1000 евро до 20, объясняя это нарушением экономики страны. А теперь вернемся непосредственно к товарам, которые я заказывал с Пандао, и оценим их вместе. Я говорю свое мнение, а вы пишите в комментариях. Но не могу не сказать, что лично до меня посылки доходят очень долго, а это месяца 2, а иногда 3. А приятный момент это начисление баллов за покупки, которые в последующем можно потратить на покупки за баллы. Вот скажите мне, пожалуйста, для чего может понадобиться эта колонка? Для громкой связи? Для того, чтобы можно было сказать, что она есть? Честно говоря, я и не знал, что они такими маленькими бывают. А я все гадал, пока нес посылку домой, что же я такого заказывал. Нет, конечно она работает, и все же размер ее не внушает доверия. Ну да и ладно, идем дальше. Микрофон, а точнее простая петличка на стойке, и все в принципе соответствует цене, поэтому он такой хлипкий. Вот картридер, это я понимаю, практически всегда нужная вещь, стоит копейки и главное работает. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok А это мышонок, точнее F2. Не знаю, для кого он был сделан. Для детей, наверное. И этот коврик как раз под эти мышки. Оригинально, но заказывал их по отдельности. А вот, к примеру, для сравнения с Алиэкспресс, и разница видна невооруженным глазом. Субтитры сделал DimaTorzok За баллы заказывал вот такую вещь, которая одевается на колеса автомобиля. И он приехал, когда я и забыл, что заказывал его. А вот уже другая посылка семена китайской сосны. Красивое дерево, между прочим. И семена розмарина. Кстати, запах розмарина увеличивает память на 70%. Думал сделать выпуск на втором канале с посадкой этих семян и посмотреть, что из этого получится. Вот я даже и не знаю, рекомендовать вам к покупке с этого магазина или нет. Сам лично могу купить только мелочь и не более того. Есть еще аналоги таких магазинов. Например, второй после Алиэкспресс магазин JD. Работают с 2015 года и имеют свои склады. Недавно слышал о Wish и Joom. На мой взгляд, они продают дороже, чем Pandao и Алиэкспресс. А тогда какой с них смысл? Ну, есть еще один немаловажный с моей точки зрения момент. Это кэшбэк сервисы, такие как EPN и Letyshops. Хоть и небольшой, но процент с любой покупки вернуть можно, чем я, соответственно, и пользуюсь. По сути, баллы на Pandao. То же самое. Только их можно потратить на покупки там же в магазине, а кэшбэк сервисов можно вывезти куда хочешь. Эти кэшбэк сервисы работают с крупными магазинами, такими как Алиэкспресс, Taopo и Gearbest, а также с JD. Ссылки есть в описании. Сам пользуюсь и вам советую. Надеюсь, мой выпуск принес хоть какую-то пользу или полезную информацию. Буду благодарен за лайк и подписку. А на этом мой выпуск подошел к концу. Я с вами прощаюсь и до скорых встреч. Всем удачи, хорошего настроения.